А круга в России не новинка. Они уже есть в нескольких регионах. А на Алтае есть причины для переформатирования. Подавляющая дотационность сельских бюджетов и кадровая проблема. Главы имеются далеко не во всех деревнях, поэтому одноуровневая система управления выглядит оптимальнее, говорят в КЗС. С точки зрения бюджетных процессов, с точки зрения единого экономического процесса, то здесь уже ситуация будет меняться. Потому что, условно говоря, если это один бюджет, соответственно, есть понимание, куда направить деньги в более приоритетном порядке. За счет той экономии, которая произойдет, можно будет реализовать более активно какие-то конкретные программы. И само принятие решений более оперативно. В рамках округа узнавать проблемы на местах останутся только начальники территориальных отделов. Другие расходы на содержание местной власти отпадут. В бюджете Залесова за счет этого ежегодно будут сохранять 7,5 миллионов рублей, которые смогут грамотнее направлять на локальные проблемы. Мы можем 8 сельским поселениям разделить эти средства и сказать, вот уважаемые, а давайте сами реально спросим, а что нам надо для вашей территории? Освещение, а сколько надо для освещения? Они говорят, например, нам надо полмиллиона. Хорошо. Другие спрашиваем, что вам надо? Они говорят, вот нам надо водопровод. На первом плане выходят именно в броншинские эффективные решения. А кроме того, объясняет Пластеев, проще будет участвовать в программах, ведь они требуют софинансирования и позволить его могут разве что бюджеты райцентров. В марте главы Залесовского, Черышского и Петропавловского районов поедут в Москву для встречи с коллегами. И, возможно, уже весной в трех районах в пилотном режиме образуют округа. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...